Вести Карачаева, Черкесия В Карачаево-Черкесию посетили сразу две представительные казачьи делегации. Одну возглавлял атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, другую – атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов. Они прибыли обсудить с казаками Карачаева-Черкесии планы по военно-патриотическому воспитанию молодежи и сохранению многовековых казачьих традиций. Но первым делом ключевые вопросы жизни казачества в республике атаман обсудили с главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым. Сегодня мы видим, что казачество активно принимает участие в специальной военной операции. И сегодня каждая из войск очень большую, огромную работу проводит и в гуманитарном плане. И эта работа проводится ежедневно. И каждый из атаманов много раз уже и выезжали, и были на месте, координируют там определенную работу. Но здесь, наверное, мы сегодня больше говорили о молодежи, о патриотическом воспитании нашей молодежи, о тех планах и задачах, которые мы можем совместно реализовывать вместе с органами государственной власти. В Доме культуры Черкеска прошел отчетный сбор атамана Баталпашинского отдела Кубанского войскового казачьего общества Валерия Дедука. В отчетном докладе атамана речь шла о точках роста общества, а также о проблемах и решениях, которые требуют участия каждого казака. Он также отметил, что казаки Юга России с честью выполняют государственный и воинский долг на Донбассе, участвуют в гуманитарной миссии. Уже было отправлено более трех тонн груза. На этом работа не останавливается. Я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие, помогает нашим бойцам и делает вклад в общее дело по освобождению территории Донбасса от нацистского режима. К сожалению, в боях погибло несколько наших казаков. Я выражаю глубокое соболезнование семьи этих воинов, настоящих патриотов. Руководитель региона Рашид Тимрезов объявил 11 июля праздник Курман-Байрам нерабочим днем в республике. В прошлом году из-за сложной эпид-обстановки коллективную молитву в мечетях на Курман пришлось отменить. В этом году коронавирус отступил, а значит праздник пройдет в традиционном формате. Согласно исламской традиции на Курман-Байрам, каждый правоверный мусульманин должен принести в жертву барана или корову. Курман знаменует окончание хаджа, ежегодного паломничества в священную землю, который хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин. Верующие в этот день вспоминают жертву пророка Ибрахима, ходят в мечети и раздают милостыню бедным. Комментирует информацию председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфти Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии Исмаил Хаджабердиев. Вот этот курман, когда мы режем, это не означает, что ты порезал вот этого барашку или бычка, и все это положил, и будешь от него потихонечку кушать. Нет. Его надо разделить на три части. Одну часть себе, одну часть соседям, и одну часть бедным. Надо раздать. Если нет таких, тогда уже надо отнести в мечеть, в медресе, там, где учатся ребята, чтобы они это все кушали. А сейчас у нас в каждом селе есть и мечеть, есть и медресе. Если нет, вот у нас здесь исламский институт, в Учкикене есть медресе. Там у них есть холодильники, складывают, и они оттуда кушают потихоньку. Вот это вот правило курмана. Команда студентов-волонтеров из всех субъектов Северокавказского федерального округа примут участие в экологической игре по сбору мусора в Архызе. Центральное событие мероприятия – эко-игра по сбору мусора. Команда студентов-волонтеров по пять человек из каждого субъекта, всего 35 волонтеров, примут участие в однодневном соревновании по очистке курортной зоны от мусора. Команда-победитель, собравший наибольшее количество отходов, в качестве награды получит четырехдневный оплаченный отдых на курорте. Как получить на реализацию своей идеи несколько сотен тысяч рублей? Креативная молодежь Карачаева-Черкесии может принять участие в грантовых конкурсах. Эксперты оценят их работы в ходе нескольких северокавказских форумов, которые пройдут в нашей республике в ближайшие месяцы. Какие еще молодежные мероприятия запланированы в Карачаево-Черкесии в ближайшее время, рассказал министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Это площадка, которую министерство по делам молодежи направило в качестве заявки для рассмотрения Федеральным агентством по делам молодежи для организации и проведения окружных форумов и площадок на территории нашего субъекта. Наша заявка, как и МАХАР, как и Дни карьеры, была признана победителем Федеральным агентством по делам молодежи, включена в план график мероприятий. И в рамках проведения данного форума некоммерческий сектор Карачаево-Черкесии Северказского федерального округа получит возможность презентовать свои инициативы в целях получения грантовой поддержки. В этом году управлением Государственной службы занятости населения совместно с нами, Министерством по делам молодежи Карачаева-Черкесия, значит, запущена государственная программа оказания и содействия занятости молодежи Карачаева-Черкесской республики. Данную инициативу мы считаем более чем актуальной. Благодарим Рашида Бориспиевича Темрезова, главу Карачаева-Черкесской республики, за поддержку и как раз Центр «Моя карьера» будет заниматься непосредственно деятельностью, направленной на оказание содействия в трудоустройстве и успешной самореализации молодежи Карачаева-Черкесской республики в профессиональной деятельности. В 19 школах Карачаева-Черкесии появятся современные центры детских инициатив. Это будет место школьного объединения, настоящий штаб для ребят, место встреч и сборов, где самые активные ученики будут заниматься внеурочной деятельностью. Для работы Центра будет выделено отдельное помещение, либо зона в рекреации. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Лейла Атаева. В программе «Модернизация системы образования» есть четыре основные задачи, шесть мероприятий. И одним из мероприятий идет как раз открытие Центров детских инициатив. Что это такое? Это некое зонирование пространства, в котором будет собираться актив школы. Таким образом, подобная зона рекреации для детей-активистов – это российское движение школьников, это представители движения юнармии, это различные, может быть, школьные спортивные клубы, это могут быть дети, которые занимаются в театральных кружках, ну и разные другие активности, которые сопровождают сегодня жизнь школьника. И надо дать детям возможность своего такого пространства, в котором они могли бы обсуждать интересы, обсуждать какие-то возможные мероприятия, в которых они бы хотели принимать участие. На базе Черкесской городской клинической больницы из ковидного отделения выписаны последние два пациента. По данным регионального Минздрава, здесь будет уменьшено количество койко-места до пяти, но само отделение закрываться не будет до полной победы над коронавирусной инфекцией в республике. В настоящее время в республике лечение от COVID-19 проходят 10 пациентов. В республике продолжается диспансеризация населения, которое может пройти любой желающий. Однако в зависимости от возраста меняется периодичность диспансеризации. С 18 до 39 лет раз в три года, с 40 каждый год после перенесенного COVID-19 не ранее 60 дней после выздоровления. При этом, чтобы бесплатно обследоваться, не обязательно иметь какие-либо жалобы. Зато необходимо добровольное согласие, полис ОМС и прикрепление к поликлинике. В ходе капитального ремонта в Центральном парке республиканской столицы строители обнаружили склеп ориентировочно XIX века. По мнению историков, в нем могут быть захоронены либо основатели станицы Баталпашинской, ныне город Черкесск, либо священнослужители бывшего Никольского собора, здание которого ранее находилось неподалеку. Есть вероятность, что после того, как ученые определят границы захоронения, часть Центрального парка Черкеска будет признана объектом культурного наследия. Информацию комментирует начальник управления ЖКХ мэрии Черкеска Сергей Елисеев. Археологи занимаются обследованием этого захоронения. После того, как все меры по обследованию будут приняты, возможно получится определить, чье это захоронение. После этого будет принято решение уже о его перезахоронении. То есть это захоронение будет отсюда убрано. В том числе сейчас проводится работа по определению границ участка на территории Центрального сквера, на который будет также учеными, которые сейчас занимаются, наложены определенные условия использования. То есть, скорее всего, некий участок будет признан объектом культурного наследия, и ряд работ на нем будет запрещен. Передвижная мобильная клиентская служба отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесии в этом месяце продолжит свою работу. 8 июля мобильный офис побывает в Зеленчугском районе, 14 июля в Карачаевском, 15 числа в Малокарачаевском, 20 в Хабесском, 21 в Карачаевске, 27 и 28 июля в Узюгутинском и Уропском муниципальных образованиях соответственно. Материнский капитал на обучение детей направили более 1 тысячи семей Карачаево-Черкесии. Среди жителей Карачаево-Черкесии оплата образования является вторым по популярности направлением расходования материнского капитала после приобретения жилья. Узюгутинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении ее социальных прав, которая необоснованно была отказана в выплате пособий. Тему продолжит старший помощник прокурора республики Елена Дармограева. В ходе проверки было установлено, что в июле 2021 года женщина обратилась в учреждение пенсионного фонда по Карачаево-Черкесской республике с заявлением о назначении ежемесячных пособий на троих детей в возрасте от 8 до 17 лет. Однако в предоставлении мер социальной поддержки в виде выплаты пособий заявительнице было необоснованно отказано по причине наличия брачных отношений. С целью восстановления прав многодетной мамы Узюгутинский межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением. Исковые требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Жители Карачаево-Черкесии могут присоединиться к акции «Лес во имя любви», приуроченной ко дню семьи «Любви и верности». Всем желающим предлагают подарить любимым и родным людям сертификаты на настоящие деревья, которые высадят волонтеры на пострадавших лесных территориях. Присоединиться к акции и посадить в честь близких семейный лес можно до середины июля. Для этого необходимо на сайте посадилес.ру выбрать желаемое количество деревьев и внести пожертвования на их посадку. Чтобы саженцы окрепли и стали деревьями-долгожителями, при оформлении сертификата можно добавить поддержку агроуходов за ними. В Черкесске до 21 июля проходит ручной сбор амброзии, являющийся сильным аллергеном. В городе работают три пункта приема карантинной растительности. В каждом из них за одно вырванное с корнем растение высотой не менее 15 см можно получить 30 копеек. Палатки с соответствующим логотипом установлены около лицея номер 15 по улице Даватора в районе городского дворца культуры по Гутякулова 2Б и на Первомайской 51 около здания ГТРК Карачаева-Черкесия. Они работают в будни с 15 до 17 часов. Народный фронт в Карачаево-Черкесии напоминает жителям республики о том, что в социальных сетях активно распространяется недостоверная информация, связанная со специальной военной операцией на Украине. Комментирует информацию член регионального штаба Народного фронта в Карачаево-Черкесии Денис Струговцов. Хочу обратиться с предостережением к нашим людям. За последнее время, точнее за последние три месяца, кратно увеличились случаи в сети интернет появления недостоверной информации. Так называемые фэнки появляются как грибы после дождя и связано это с проведением нашей страной специальной военной операции. Ложь о наших вооруженных силах поступает из специально созданных западных структур. Низкопробные фэйки распространяются гражданами либо из преступных целей, либо просто по незнанию. Напоминаю, что по новому российскому законодательству за это предусмотрена административная и уголовная ответственность. Прошу вас проверять информацию, прежде чем ее пересылать кому-либо. А лучше всего получать информацию из официальных источников наших СМИ и органов государственной власти. МВД по Карачаево-Черкесии информирует, что в связи с проведением работ по замене участка теплотрассы 7 и 8 июля ограничено движение транспорта на участке дороги улицы Ворошилова от дома номер 3 до дома номер 5. Просьба к автомобилистам с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее выбирать пути объезда. 27 погибших в ДТП за 5 месяцев, еще 199 получили роднения различной степени тяжести. Такова статистика, приводимая региональным управлением ГИБДД. В связи с этим Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесии в эти дни проводит масштабные профилактические рейды по предупреждению и пресечению нарушений правил дорожного движения. Информацию комментирует государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды регионального управления ГИБДД Лилия Гогушева. Во время проведения мероприятия особое внимание уделяется нарушениям, повлекшим за собой дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом и причинением тяжкого вреда здоровью людей. Также хочется подчеркнуть, что любые правонарушения участников дорожного движения не останутся без внимания сотрудников госавтоинспекции. Помните, что соблюдение правил дорожного движения – залог вашей безопасности. Спрос на курорты Карачаево-Черкесии в летний период повысился на 14%. Согласно аналитике сервиса Big Data МТС, республика вошла в число популярных направлений для летних путешествий. Треть аудитории летних путешественников составили туристы от 35 до 44 лет, а около 25% турпотока пришлось на путешественников от 25 до 34 лет. В среднем гости проводят в республике два дня и чаще всего путешествуют на собственном автомобиле, фиксируют геоаналитическая система. Спортсмен из Карачаева-Черкесии завоевал золото чемпионата по джиу-джитсу, который прошел в Краснодаре. Воспитание комплексной спортивной школы «Победа» Азамат Кубанов после длительного перерыва вернулся в спорт и стал чемпионом. Всего в состязаниях принимали участие 700 лучших борцов со всей России и ближнего зарубежья. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаевой-Черкесии ожидается переменная облачность, днем в горах, местами кратковременно дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 32, в горах местами до плюс 24. В Черкесии без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха 32 градуса. 7 июля в северной части Карачаева-Черкесии ожидается местами высокая пожароопасность 4 класс. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Выплатить зарплаты, сделать закупки, составить план. А если проверка придет? Не придет. Занимайтесь тем, что у вас получается лучше всего – бизнесом. По всей России правительством введен мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. В случае его нарушения оставьте жалобу на портале Госуслуг и получите ответ в течение суток. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру. 0+. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!